Сегодня у Захара Прилепина траур. А у нас, собственно говоря, праздник. Уничтожен очередной террорист, очередной герой ДНР. Вот посмотрите на эту физиономию. Олег Мамеев, уроженец Осетии, непонятно каким образом заблудившийся на востоке Украины по кличке Мамай. Вчера, 17 мая, бойцами вооруженной силы Украины он был ликвидирован. Убит был в районе Авдеевской промзоны. Террористы уточняют, что рядом с ним якобы разорвался гранатометный выстрел. Судьба настигла своего героя. Один за одним они будут уходить в непытие, проклятые всеми, кроме таких же террористов, как они сами. Он воевал на Донбассе с 2014 года, возглавил так называемую пятнашку 15-ю интернациональную бригаду после исчезновения в бывшего главаря этой же банды Ахры Абитсбы по кличке Абхаз, которого обвиняли в убийстве Моторолы. Вот так выглядит место гибели, прозванного так, конечно же, не случайно за свою особую жестокость, буквально звериную, нечеловеческую ненависть к украинцам. Денеровцы ставят его в один ряд с героями в кавычках Моторолой Гиби, ну а весь остальной мир вздохнет свободно, одной сволочью меньше стало. Этот коренной донбасский индейец отправился в загробный русский мир соблюдать режим прекращения огня. Мамай занял почетное место в ряду уничтоженных главарей и мелких террористов из Донбасса, таких, например, как Бэтмен Алексей Беднов был убит 1 января 2015 года, Дальше командир группировки «Призрак Алексей Мозговой» убит 23 мая 2015 года, его машину остановили на трассе взрывчатым устройством и расстреляли из автоматического оружия. Дальше Павел Дремов убит 12 декабря 2015 года в районе Первомайска, погиб на пути на собственную свадьбу. Кстати, все эти герои ДНРы, приехав туда, переженились на молодых девушках, как известно и Моторола был новоиспеченным отцом. Вот Дремов собирался жениться, да и нынешний герой праздника Мамаев тоже недавно женился, обзавелся ребенком. Дальше Евгений Жилин убит в сентябре 2016 года, лидер группировки «Оплот». Его расстреляли в подмосковном ресторане «Ветерок», киллер вскрылся. Конечно же, всем известная физиономия рыжего карлика Арсения Павлова по кличке Моторола убит 16 сентября 2016 года в Донецке. Его взорвали в лифте собственного дома дружок Моторолы Михаил Толстых по кличке Гиви, главарь группировки «Сомали» убит в Макеевке в 17-м году, 8 февраля. Его взорвали в собственном кабинете, стал жертвой бандитских разборок в рядах ДНРы. Ну вот, а теперь и человек с физиономией квазимоды Олег Мамиев. Прочитаем крик души Захара Прилепина, российского писателя, считающего себя Хемингуэем нашего времени. Будем надеяться следующего в этом списке. Только что на промке погиб командир легендарной пятнашки Олег Мамиев, позывной «Мамай», АГС над головой, то есть взорвалась граната ВОК-17. «Пятнашка» с нашего полка спецназа, где всего 4 батальона. На должности комбата он сменил Абхаза. Да-да, того самого. Батальон пятнашка, наряду со Спартой и Сомали, всегда был одним из самых яростных, профессиональных подразделений в нашей армии. Пятнашка славилась при Абхазии и осталась на высоте при Мамайе. Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Боже мой, русский писатель, аномально спокойного человека. Просто Нобелевская премия плачет по нему. Он был на этой войне с самого начала. Как сказал Воха, сменивший Моторолу на должности командира Спарты, «Горечь есть, уныния не будет, работаем». Как сказал батя на похоронах Гиви, «Мы и мертвые к вам придем. На место каждого павшего станут десять живых». Памятники Моторолу, Гиви и Мамаю и всей братве будут стоять в России и на Украине. Олег Мамиев из Северной Осетии родом. Прощание будет здесь, в ДНР. Похороны будут там. Да, это русский мир. Сейчас твари будут ликовать. Прежде чем ликовать твари, помните, наши комбаты погибают в бою или гибнут от рук ваших диверсантов после пяти, а то и десяти ранений, полученных в боях. А ваши комбаты сидят в ради и треплют языками. Учтите эту разницу, твари, прежде чем танцевать такой вот расклад. Твари пусть пляшут свои сучьи танцы, а родня пусть ждет нас. За все будет отвечено. Захар Прилепин. Ну а мы надеемся, что этой фотографии суждено когда-нибудь сбыться в реальности. И фото Захара Прилепина займет почетное место на стене, а в руках Ждуна будет очередной ДНРовский бандит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...